Вариант. Я высокий, ты невысокий. Да? Как вариант один? Как ты будешь боксировать со мной? Вот я высокий, да? Сколько раз я тебе уже попал? Почему? То есть ты сейчас изобразил такую ситуацию, что ты идешь, да? Давай, ты высокий. Вот ты высокий, вот ты что сейчас делал? Ты пошел, да? Вот ты вот сюда. Кирилл, у тебя же нет вообще проблем меня отвечать на кулаках, правильно? Правильно, почему? Потому что прямой. Давай, не по прямой пойду. Давай. Правильно. Вот основная задача, мы сейчас разберем с тобой как один из вариантов. Скорость передвижения в боксе и скорость передвижения в легкой атлетике. Это две разные вещи. Вот скорость передвижения в легкой атлетике, это вот отсюда и вон туда. А скорость передвижения в боксе... Это что? Это резкая смена направления. Вот работа с высоким противником. Один из вариантов мы с тобой разберем. Вмещение. То есть ты реально высокий противник, длинно руки. Вот он реально что делает? Он тебя встречает прямыми ударами. Вот ты мне сейчас сделаешь два входа, пытаешься войти, ты пытаешься взломать эту оборону так называемую. Каким образом? Прямо на руки, да? Ну и сюда подставку, да? А третье движение с дальней дистанции ты делаешь падение сюда, резкое падение. То есть разгоняешь себя. Падение должно быть резкое, и там нельзя остановиться. Доходчиво? Давай. Два движения вперед. Ты, ты на меня. Смотри, ты не ждешь ударов. Если ты ждешь ударов, ты дождешься. Ты идешь на удар. Ты именно, ты же невысокий, ты же агрессивный. Ай-яй-яй. Ромочка, опусти подбородок. Опусти руки. Напряги шею. Во! Понятно? Да, вот эту арку сделать. И вот с такой аркой ты только не руки выставляй, а просто подняв плечи, да? Где? Куда? А-а-а! И не в ту сторону. Еще раз. То есть ты, смотри, что делаешь. Давай, вот встречай меня. Здесь с этой стороны. Давай, ты меня встречаешь. На мое движение реагируй. Это бы другое. Если ты начинаешь меня гнать, это мне вообще на руку. Понимаешь? Для невысокого противника более опасен не тот, который идет, высокий и долбит его. А тот как раз, который пытается его вот здесь поймать, у него расстояние. А если высокий начинает низкого прессинговать, ну тоже как вариант, то как раз невысокому он начинает работать корпусом. Это фактически он выполнил такую задачу, что выдернул его на себя. Это мы другой вариант, потом рассмотрим. Понимаешь? Но мы сейчас рассматриваем и на эту ситуацию, что невысокий пытается пройти в ближнюю среднюю дистанцию. За счет чего? За счет резкого смены направления движения, которое, так как оно резкое, оно разгоняет следующее ударное действие. То есть ты, высокий противник, пытаешься встретить невысокого. Понятно тебе? Я тебя. Раз, два, ты уже привык. Но мое, смотри, движение. Посмотри. Я в тебя ногой. Раз. На носке. Оп, оттолкнулся. Я не падаю на пятку. Я оттолкнулся. Нога. Очень важный элемент, что нога на носке стоит. Я с дальней дистанции иду как бы корпусом на тебя, пугаю тебя. Прижатый локти. Вот этот лоб. Прямо иду на кулак. Именно с дальней дистанции. А на третье движение, к которому ты уже привык, что я иду в тебя и как бы баран такой упираюсь. Только я не баран. А на третье движение, я делаю это действие, я начинаю делать корпусом. Еще раз посмотри на меня. Я уже не ногой это делаю движение. Оттолкнулся. Оттолкнулся. Я падаю вперед плечами. Раз. Раз. У меня выходит нога, и я падаю. У меня вот это расстояние, на которое ты привык реагировать. Потому что у меня пошла нога, падение, и по диагонали. Выход также на ногу. Да, выход также на ногу. Раз. Оттолкнулся. Раз. Оттолкнулся. Нога, и падаю я. У меня пошла передняя нога, и падает плечо. Попробуй, дорогой. О! Чуть-чуть ты завалился, потому что... Нет, 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 нет. Смотри, Ром. Ты завалился, потому что вот на третьем движении ты немножко вот сюда пошел сразу. Ты должен был пойти вперед и... потому что ты делаешь вперед вот здесь, на дальней дистанции. Тебе эта нога нужна, чтобы сократить дистанцию. Если ты здесь сразу начнешь уклоняться, ты не дойдешь. Ты должен нога пойти, так же нога пойти. На третьем движении так же нога идет. Не крутись. Вот он. Раз. 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 И... Раз. Боком ногу ставь. Боком. Боком ногу ставь. Боком ногу ставь. Вот так. Вот она тебя. Два. Сразу. Да-да-да-да. Почти. Да хочешь? Давай попробуй. И справа ударил. Ногу боком. Рома, она тебе даст толчок обратный. Да-а-а. Нет, ты не должен упереться. Потому что ты близко. Да-да-да-да. То есть вот ты еще раз посмотри на меня. Раз. Только уже у тебя идет нога, она незаметна для противника. Ты на носок ставишь. А корпусом ты сразу падать начинаешь. Попробуй, покажи корпусом. Ну, выстави ногу вперед. Раз. Ромочка, боком ногу ставь. Выстави ногу. Вот он. Шире правую ногу правее поставь. Узко ставь, да. Вот ты выставил ногу. И не начинай падать как бы в уклонах. Не крутись вот здесь. Не вот этот разворот, а именно вот это падение вперед вот плечом. Вниз. У тебя нога сама правая, смотри. Ты поставил ногу раз. Не вот это разворачивание. А ты по диагонали падаешь. Только ты первый... Смотри на меня. Смотри на меня специально. Ты первые движения делал. Раз. Прямо. Два. Прямо. А третье у тебя движение точно такое же. Но падение по диагонали пошло. То есть все то же самое. Только ты здесь раз прямо. Два прямо. А здесь ты падаешь вниз по диагонали плечом. Как бы уклон движения, скручивания. Доходчиво? Медленно. 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 Бочком. О! Голову прямо. Все. Ты идешь на удар. Да? И здесь прощение обратно. Боку хочу. Сбоку! Только где башка твоя. Прямо смотри. На меня смотри. Где голова? Вот он ты. Бей. Да? Еще раз. Давай. То есть так. И тут же раскручься. Есть очень важная ситуация. Вот здесь в полупозиции сидеть нельзя. Сразу дал и сразу крутись. Не толкайся ногой, а крутись. Нога сама пойдет. Плечи. Ничего не сейчас. Вот этот момент сам понятен? Да, надо отработать, конечно. И смотри, почему ты зашел за меня так далеко? Далеко. Ногой полез чуть-чуть. Я за шаги его далеко. Да. Поэтому не нога должна пойти, а просто падай, падай вперед. Пошла нога, левая нога. И падай вниз. Видишь, ты вперед, ты шагать начал. Ты начал, пошла левая нога. Раз. И падай просто вниз. Во! То есть нога ставится под твою массу. Доходчиво? Да. То есть вот в конечном положении, получается, справа у меня как-то доходит? Фактически фронтально. А если вот так, то ты зашел, потому что твоя передняя нога уже вошла в его середину. Доходчиво? Еще раз. Давай. То есть не шагаешь правой ногой, а падаешь вниз вот туда просто, по диагонали. Ром, не руки поднимай, плечи подняйте. Пошел. Носочком ноги. Ну, во! Уже хорошо. Сейчас мне, кстати, удобнее было. Да, да, да. И у тебя появилась сразу инерция. Молодец. Главное, чтобы нога не уходила вперед. Рома, она не уйдет, нога, если ты не ею не шагать не будешь. Если ты пошел корпусом, падаешь, она становится под тебя. У тебя свободное падение. Ты здесь расслабился, и саму развернулся. Молодец. Спасибо. Давай. From Russia with glass. Вариантов, конечно, смещение. Прикармливание. Ускорение. И вы этим что? Разгоняете себя на ударное движение. Это же падение. Да, и удар. Вот оно разминочное упражнение. Главное не останавливаться. Самое опасное, самое опасное, это пауза. Остановиться в полупозиции. Замереть где-то в уклоне. Здесь микропауза. Тебя потерял, и тут же нашел. Микропауза вон там, сразу переведет какое-то действие делать. Но если вы не останавливаетесь, пробиваете, никто вас не опередит. В ваше действие очень тяжело залезть. До встречи. Пользуемся, господа.